Добрый день, дорогие друзья! Сегодня праздник Пейсах Шейни, второй Пейсах. Очень важный праздник, который говорит, что ничто не пропало, что всегда можно исправить ситуацию, всегда можно вернуться ко Всевышнему и сделать все лучшим образом, исправиться и все привести в порядок. Наша недельная глава Бега, и мы продолжаем изучение бесед любаического рэба. Сегодня беседа называется «Партнерство без процентов». Если беднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобою. Не бери с него лихвы и рост, и бойся Бога твоего, «Чтоб жил брат твой с тобою, серебра твоего не отдавай ему в рост, и за лихву не отдавай ему хлеба своего. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю кнуанскую, чтобы быть вам Богом». Тяжесть греха одалживает по процентам. Итак, в нашей недельной главе приводится запрет давать или брать в долг под проценты. Этот запрет подытоживает Тора словами «Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом». Сифра комментирует это так. Из этого стиха следует, что тот, кто принимает на себя всю тяжесть заповеди о процентах, принимает ярмо небес. Тот же, кто не признает заповедь о процентах, сбрасывает с себя ярмо небес. Кто признает заповедь о процентах, признает выход из Египта, не признающий же, как будто и не признает и выход из Египта. Почему именно заповедь о процентах больше других заповедей связана с выходом из Египта и с принятием Ерма-Небес. Эту связь объясняет Раша. Согласно Талмуду, при выходе из Египта Всевышний мог отличить первенцев от непервенцев. И точно так же он сумеет опознать того, кто дает еврею в долг под проценты, оправдывая себя тем, что это деньги нееврея и взыщет с него. Это объяснение относится только к тому случаю, когда еврей сужает под проценты, другому еврею обманывая, что одалживаемые деньги принадлежат нееврею. Причем речь идет только о ситуации, когда отдающий в долг надеется, что Всевышний не узнает, что эти деньги принадлежат ему. А не потому, что заемщик, возможно, не захочет взять под проценты у еврея или суд не позволит подобную сделку. Только в этом очень специфическом случае будет считаться, что взаимодавец отрицает выход из Египта, когда Всевышний различил, кто является первенцем, а кто нет. Выходит, это толкование не объясняет целым связь заповеди о процентах с выходом из Египта. Оно также не дает ответа, какова связь запрета одалживать вот проценты с принятием ярма небес. Некоторые комментаторы объясняют эту связь так. Тот, кто сужает без процентов, не думая о прибыли, проявляет доверие Всевышнему, который кормит весь мир. И таким образом, помогая евреям бескорыстно, он принимает на себя ярму небес, принимает на себя власть Всевышняя. А если сужает под проценты, то демонстрирует отсутствие доверия Всевышнему и отказ принимать ярму небес. Но и это объяснение не является исчерпывающим. Во-первых, оно не столько связано с принятием ярма небес, сколько с доверием Всевышнему. Во-вторых, отсутствие доверия Всевышнему отражается не в желании получить проценты, а в нежелании бескорыстно помочь ближнему. Прежде чем запретить суды под проценты, Тора говорит, если обеднеет брат твой и придет в упадок, поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобой. То есть следует одалживать деньги без процентов. И тот, кто не готов дать в долг, не получает этого прибыли, кто беспокоится лишь о своем заработке и стремится извлечь выгоду из каждой копейки, тот демонстрирует отсутствие доверия Всевышнему, но при этом не нарушает запрета на взимание процентов, ведь он ничего не дал в долг. Как Всевышний выполняет заповеди? Принимая Ермо Небес, что выражается в исполнении заповедей, человеку достаивается того, что сам Всевышний становится его партнером в духовной работе. А, известен комментарий на слова благословения, который осветил нас своими заповедями. Заповеди называются заповеди Всевышними, так как Всевышний сам их исполняет. Это содействие проявляется в двух аспектах. Первое. Исполнение заповедей Всевышним является причиной того, что их исполняют евреи. Об этом сказали наши мудрецы. То, что он делает сам, повелел делать народу Израиля. Второе. Исполнение заповедей Всевышним является ответом на их исполнение евреями. Об этом сказали наши мудрецы. Когда евреи читают Тору, Всевышний находится напротив него и читает вместе с ним. Значит, Всевышний сейчас читает с нами Тору. То же самое происходит при исполнении остальных заповедей. То, что наше исполнение заповедей приводит к их исполнению Всевышним, конечно, не подразумевает, что наши действия можно сопоставить с деяниями Бога. Они несопоставимы, как и сами творения несопоставимы с Творцом. Связь между ними существует, потому что этого захотел Всевышний. Исполнение заповедей евреям оказывает на него влияние. Почему же Всевышний захотел, чтобы действие простого смертного оказывало на него, на Всевышнего, влияние? Когда исполнение заповедей самим Всевышним приводит к их исполнению евреями, это понятно. Деяния Творца дают нам силу выполнять заповеди. Но как объяснить, что Всевышний выполняет заповеди в ответ на их исполнение евреями? Зачем Всевышнему наша работа? Прийти к ответу на этот вопрос нам поможет рассмотрение служения человека в целом. Для чего вообще нужно служение Богу? Почему Всевышний не может просто дать миру жизни изобилия? Мир был сотворен, чтобы Всевышний мог делать добро творением, ведь он добр, и делать добро его естественное желание. Но тогда почему творения не могут получать все необходимое без потребности зарабатывать это? В святых книгах объясняется, что добро воспринимается по-настоящему хорошо только тогда, когда получающий заслужил его, а не получил даром. Подарок, ради получения которого человек не прилагал усилий, оказывается или называется постыдным хлебом. Всевышний захотел дать евреям настоящее добро и решил, что они будут зарабатывать его посредством духовной работы. В свете этого понятно также, почему служение человека оказывает влияние на высшие духовные сферы. Допустим, человек зарабатывает, а не получает в подарок свои блага. Но если сама работа не нужна работодателю, то заработок все равно останется постыдным хлебом. Работник понимает, что его усилия никому не приносят пользу и ничего не стоят. Поэтому свыше установлено, что служение человека влияет на происходящее на небесах. И посредством исполнения евреям заповедей, Всевышний тоже исполняет заповеди. Вознаграждение за такую работу уже не будет постыдным хлебом, ведь она имеет вес и оказывает влияние на работодателя. Удовлетворение от работы. Приведем еще одно объяснение. Бесполезная работа не дает удовлетворения, даже если за нее получают вознаграждение. Она очень утомляет и называется жестокой работой. Мой отец и учитель Ребера Яц рассказывал об этом историю. Такую историю. Один помещик вызвал крестьянина и приказал ему как бы сжать серпом, ходя туда-сюда по комнате. Ну, просто делал такое движение. За это он обещал платить. Поначалу крестьянин согласился, но очень скоро отказался, объяснив, что работу не видать. Вот поэтому и было установлено, что служение человека влияет на происходящее на небесах. Это знание заряжает еврея энергией и приносит удовольствие от исполнения заповедей. Этот факт также помогает устоять против дурного начала, ведь человек понимает, насколько дороги Всевышнему его старания. Духовное отражение запрета о процентах. Все блага спускаются свыше благослужения человека. Исполнение каждой заповеди на земле влечет исполнение этой заповеди на небесах. Но чтобы получить, чтобы служение человека оказывало такой эффект на небесах, от еврея требуется правильный подход к служению Всевышнему, и он выражается в запрете брать проценты. Процент – это прибыль, получаемая от одолжения денег. Механизм тут такой. Деньги, которые принадлежали взаимодавцу, перешли в владение заемщика, который пользуется ими в своих интересах. Но даже теперь взаимодавец получает от них прибыль, потому что они были его деньгами в прошлом. Запрет ссуды на проценты предписывает получатель, предписывает получать прибыль только от того, что принадлежит тебе сейчас. Именно так работает гетер иска. Специальное разрешение мудрецов для особых случаев, когда ссуды дается под процент. Часть займа дается заемщику в пользование, переходит в его владение, а другая часть – в качестве вклада, и продолжает оставаться в сфере владения взаимодавца. Доход взаимодавец получает только от той второй части, которая принадлежит ему сейчас, то есть от его доли. То же самое с арендой животных и движимым имуществом. Отношение одного еврея к другому влияет на то, как к нему самому относятся свыше. Если он сейчас получает выгоду с денег, которые дал в прошлом, то с ним обращаются также. Ему приходится пользоваться только теми силами, которые были даны ему в прошлом, перед выполнением заповедей. Эти силы он получает в результате исполнения этих заповедей Всевышним. Но в процессе служения в настоящем его заповеди не вызывают ответ на их выполнение Всевышним. Он не участвует в его служении. Если же евреи исполняет заповедь о процентах, зарабатывая лишь на том, что ему принадлежит в данный момент, он пользуется не только силами, полученными ранее, до начала исполнения заповедей, но и в настоящем. В процессе исполнения заповеди Бог становится его партнером. Когда еврей читает Тор, Всевышний находится напротив него и читает и повторяет вслед за ним. В этом и заключается связь между заповедью о процентах и принятием Ерма-Небес с выходом и выходом из Египта. У запрета на взаимное, извините, у запрета на взимание процентов есть глобальный смысл. Исполнением его еврею достаивается участие Всевышнего в своем служении. Принятие Ерма-Небес, исполнение заповедей. А поскольку этот еврей оказывается столь связан с Всевышним, его ничто не ограничивает. Египет на святом языке Мицраем, что означает ограничение, теснота. Получается, что исполнение заповедей в процентах еврей выходит из духовного Египта. Ребе как партнер. Мудрецы говорят, что праведники подобны своему Творцу. Всевышний дает силы не только перед началом исполнения заповедей, но и впоследствии, когда евреи исполняют заповеди. Он исполняет те же заповеди, становясь их партнером. Выражаясь метафорически, так же поступают праведники и в особенности главы народа, которые соединяют евреев со Всевышним. Они не только дают силы своим посланникам выполнить поставленную перед ними задачу, но и делают ту же работу, что их посланники. Подобный стиль руководства хасидами был явно виден у моего тестя и учителя, говорит наш Ребе. Про Ребе Раяц. Он не только отправлял посланников поддерживать иудаизм и распространять хасидизм, не только давал им силы для исполнения поручений, но и сам отдавал всего себя этой работе. Не только в первые годы, но и в последние, когда у него уже было множество учеников, которые сами могли исполнить и делать эту работу. Это указание всем, связанное с ним. Нельзя удовлетвориться тем, чтобы воспитать учеников, обучить последователей, которые будут распространять тор и хасидизм и рассчитывать, поскольку в деятельности учеников присутствует заслуга учителя, на получение дополнительных духовных дивидендов от переданного ученикам. Такое поведение в каком-то смысле подобно получения процента с капитала, который принадлежал тебе ранее. И как бы является нарушением запрета взимать проценты. Учитель должен продолжать распространять тору сам в той же мере, как он от этого требует от учеников. Наградой человеку за такое тщательное соблюдение заповедей о процентах станет то, что Ребе, глава еврейского народа, будет его партнером даже в личной работе над собой. И через Ребе, который стоит между Господом и вами, еврею достоится участия Всевышнего в его работе, удостоится принять на себя Ермо Небес. Это поможет ему выйти из собственной духовной египта освободиться от влияния всех ограничивающих и мешающих факторов. Всех благословений, удачи и хорошей новой недели!